Видео обзор гусеничного вездехода Мишутка 2 Начну сначала с гусениц. Лента транспортерная примерно 8 мм. На одну сторону 50 траков. Уголок 25 мм. Длина уголка 400 мм. Проставка, которая сверху приварена 100 мм. Клыки 10 мм. Длина прутка 200 мм. Ступицы передние и средние новые стоят. Болты все новые. Прикручиваются. Но сейчас грязью забило. Прикручивается это все к фланцам. Фланец вырезан лазером. Здесь такое усиление. Болты на 8 мм. Длина 30 мм. С усиленной шайбой. Мост от классики БУ. На одном колесе стоит по 2 суппорта. Суппорта пока БУшные. Но они с новыми манжетами. Все перебраны. Но в этот раз я их не чистил. Колодки новые. Диски тормозные новые. И стоят трубки тормозные магистральные. Не шланги, а трубки. Фланец, к которому прикручиваются суппорта. Вырезанные лазером. Задняя стенка вездехода. Пробка от 200-200 литровой бочки. Почему здесь она установлена? Так как удобно заливать в редуктор масло. Ну и можно встать на попа и слить масло. Точнее жидкость, какая попадает в лодку. Крюки навозь. Десятка. Длина вездехода. Длина вездехода 2,5 мм. От края борта до края борта. 1550 мм. От края гусеницы до края гусеницы. 1770 мм. Резина на 13 мм. БУшная. Так. В этом раз отбойник. Отбойник труба 25 мм. Также клыки. Клыки. Так. Двигатель у нас. Лифант. 15 лошадиных сил. С электрозапуском и катушкой генератора 18 ампер. Вариатор сафари. Вариатор сафари. Так. Ремень 33. 33. Тросик газа от Ижа. Ручка универсальной газульки. Это от велосипеда. Профиль 20 на 20. Так. Бачки сцепления. Цилиндр сцепления. Главный от классики. Сделал вот так пока. Вот так. Достаточно удобно. Ну. Поизучав физику. Пришлось целый вечер физику вспоминать. Ну. Хотел сделать блок. Из тросика. Но не успел. На следующем вездеходе уже будет блок. Так как вот этот полностью блок управления будет 100% все детали вырезаны лазером. И будет блок уже через тросик идти. Так как мне надо чтобы вот эти рычаги управления шли отсюда. А здесь будет сделана кулиса отсюда идти от центра. И обычные стандартные кулисы будут прикручиваться. А сейчас переключать неудобно. Приварено все напрямую к валу. А сейчас вот ход хватает. Ну хода хватает рычагов. Сейчас хочу на будущее сделать чтобы вот так. Досюда ход увеличился. Так как блок в работе проигрывает два раза. Ну. Увеличивает мощность. Так. Здесь подвесной тоже новый от классики. Здесь пришлось мне укоротить. Приварить. От привода. Ну я центровал все. В станке варил токарном. Здесь шрус стандартный от восьмерки. Дифференциал в коробке заварен. И там вставлена не заглушка. А просто вставлен кусок шрус. Ну в следующий раз попробую сделать заглушку. Или найти подходящую из пластика. Это фанера по моему 12 миллиметров. И на креслах она у меня установлена. Ну фанера это просто на этот вездеход. На будущее будет железка. Железо прикручивается. Так. Аккумулятор гелевый. Такое освещение. Просто включается тумблером. Тумблером вот. Такая вот решетка радиатора. Такая эмблемка вездехода Мишутки. Вырезанная лазером. Так. Ну здесь резинка. Лента транспортерный. Отбойник. Ну так как фанера толще. Оно до нее не доходит. Так. Чтобы еще показать. Сиденья как на прошлом вездеходе раскладываются. Вырезан для везде. Такой механизм. Петли тоже вырезанные лазером. Ага. Вот весь механизм вырезан лазером. И сиденья также раскладываются в спальник. А сейчас они двигаются лучше. Так как направляющие почищены. И вот это крепление уголка. Сразу к одному уголку идут трубки. Ну. Вот так раскладывается. И можно подвигать. Так что вот такой вот механизм. Сейчас довольно легко сиденья двигаются. Ну. Только не фиксируются. Но это можно сделать. Барашка. Вот сейчас. Вот. Легко так. Очень удобно. Так. Блок этот я потом буду в другое место переносить. Так как мешают для раскладывания сидений. Двигатель так запускается. Так. Опора вариатора у меня одноопорная. Нет еще тормозного диска. Он необходим. А провода. Вот такие скрутки я обычно не делаю. Просто я сейчас спешу. За вездеходом должны приехать. И я подключал фары. Обычно надо вот этот разбирать. Все перепаивать. Целиковые провода делать. Потому что здесь до чего-то не достает. До чего-то достает. А. Как у меня сделан. А. У меня от вариатора идет напрямую коробки. Но так как отцентровать нереально эту площадку. С коробкой. Я сделал через бублик. Вот такие у меня. Токарь выточил пластины. Две штуки. Одна садится на шпонку. Вот сюда. Там такой выточена штучка. А другой приварены шлицы. Они одеваются на коробку. И бублик этот от карданного вала смягчит. Какие-то вибрации уберет. И нормально. Максимальная скорость. Я вездехода не замерял. Но достаточно бежит быстрее, чем Мишутка-1. Перегонял я его вчера из поселка вот сюда в деревню. У меня 16 километров было бензина. Вот столько. Ну по красную. По красную вот эту получается. Где-то вот столько было залито бензина. И мне этого всего хватило. На Мишутке-1 там было понижение больше. Из-за того, что там коробка от классики была. Понижение было больше. И расход бензина был. Я истратил бак и чуть-чуть еще доливал. Вездеход планировался с крыши. Здесь еще должны решетки багажника быть. Ну можно закрыть тентом. Вот это повторяет форму этого. Так, что еще? Ну еще обойдем по кругу. Сейчас один минус. Это я сэкономил на транспортерной ленте. Купил ее бэушную. До этого на вездеходах стояла у меня новая. Здесь получаются спрели. Может быть спрели. Может быть я слабо натяну. Или не знаю. До этого у меня натягивалось почти что как струна. И не было такого провиса. И здесь сейчас присутствует такой эффект. Когда в воде находишься. Потом начинают проскальзывать задние колеса приводные. Вот пока из этого весь минус. Вездеходом Мишутка-2 я вообще доволен. Все устраивает вот кроме ленты. Что я на нее сэкономил. Так что вроде все отлично. Сиденья раскладываются. Но еще надо доработки сделать. Механизмы вот этого всего. Надо выводить чуть-чуть подлиннее. Чтобы регулировок сиденья было больше. И на будущее надо закрывать кардан. Это я все не успел сделать. Так как у меня закончились финансы. Трубки медные. Хомуты я опять не ставил. Я все забываю. И не могу найти где я их покупаю. Точнее не покупаю. А покупал один раз. Когда собирал свои багги. И не нравится мне то, что вот сейчас здесь фанера. Сюда был еще сделан капот. Который меня не устроил. И я его снял. Он по весу получился очень тяжелый. И форма у него такая получилась квадратная. Лучше потом другой сделаю. Если им надо будет, я им отдам. Но весит он достаточно много. И получается морда вся загруженная. КОНЕЦ 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 Туда, да. Туда, да. Туда, да. Туда, да.